всем привет меня зовут настя и вы на канале x stitch vibes это видео из серии вышивальщица в путешествии год назад мы с мужем ездили в отпуск в красноярск и у меня остались неизгладимые впечатления от этого города и этим летом нам удалось снова там побывать в прошлом году мы добирались на самолете очень быстро удобно от аэропорта кемерово до аэропорта красноярского дорога занимает всего лишь час небольшим но в этом году цены на самолет поднялись два раза поэтому мы решили добираться на автобусе билеты подорожали незначительно дорога в разы дольше в одну сторону она занимает 10 часов скажу честно ехать столько часов в ночь мне не понравилось поспать нормально все равно реально не уверена что мне бы понравилось ехать столько времени в день все-таки самолетом гораздо комфортнее и быстрее а с другой стороны лучше ехать на автобусе чем совсем никак не ехать пробыли мы в красноярске 5 дней не считая дня в пути и в этом видео я покажу немного нашего отдыха и конечно же вышивальны и тоже в этом видео будет конечно же я взяла с собой вышивку в поездку взяла я вот такой набор от мелхилл до моего мелхилловое помрачнение продолжается и год у меня действительно вышивальня идет под эгидой этого производителя взяла я вот этот набор могка в прошлом году когда мы ездили в красноярск я тоже вышивала мелхилл и это тоже был наборчик из этой серии набор эспрессо я его тогда конечно в поездке вышить не успела потом заканчивала уже дома но тем не менее вышивался он у меня в этом прекрасном городе поездил со мной полетал на самолетике в общем тоже попутешествовал и как-то так собираясь в эту поездку я подумала что ну пусть это будет вот такая маленькая традиция пусть я и в эту поездку тоже возьму наборчик из этой серии и выбор мой пал вот на этот набор очень он мне нравится в общем то как и вся серия очень приятные цвета вот есть у меня уже намотаны ниточки естественно они намотаны потому что я намотала все приготовила еще дома очень классная цветовая палитра приятная мне нравится сочетание вот этих вот коричневых таких терракотовых цветов и вот такого синего но уходящего куда-то в бирюзу в общем классное сочетание не так а здесь мне прям очень сильно нравится бисера здесь много вот три пакета это потому что я уже немножко его израсходовала то есть я уже пришивала через бисера и посмотрите какой красивущий весь то есть очень разнообразный бисер и по оттенкам сочетание просто бомбически очень нравится и пуговичка такая синенькая пуговичка хорошая без всяких дефектов претензии у меня к ней хотя нет я нашла дефект странно что она смотрите с этой стороны синенькая с этой стороны беленькая но я ничего с ней делать не буду до окрашивать никак не буду пришью такой какой ей какая она есть пусть будет но так значит так ладно хотя конечно лучше было бы стопана тут тоже синенькая была но ничего страшного и вот что у меня есть уже конечно я не все вышила это здесь я бы не успела я начала вышивать этот набор дома надо наверное немножко вот так положить чтобы нас не просвечивало я начала его вышивать дома я немножко прервалась чтобы взять ножнички чтобы не было чем показывать как я уже сказала этот наборчик я начала дома чтобы разметить себе участок который я бы смогла вышивать в автобусе понятно что в автобусе бисер тут пришивать и какие-то частые такие вот смены цветов да какие-то участки где очень много нужно смотреть схему этого автобусе было бы вышивать сложновато поэтому я дома заранее себе вышила вот этот контур вот этой кружки вот эти вот завитки чтобы вот просто вот этим одним синим цветом заполнять сколько у меня получится автобус у нас выходил восемь вечера из кемерово и в шесть утра прибывал в красноярск то есть в дороге мы были 10 часов и в общем то это были ночные и вечерние часы поэтому повышевать мне удалось мало я заполнила вот здесь вот буквально вот совсем чуть-чуть вот этим синим цветом потом уже стемнело и как-то я как-то подустала немножко уже в самом начале дороги ну так получилось и вышивать мне не хотелось поэтому чуть-чуть я совсем здесь вот повышевала и все и убрала и вот то что здесь вот я доделывал это я уже вчера сидела вечерком немножко было времени я решила просто этим цветом дошить и собственно вот эту часть я вышла все дома но тоже так получилось так сложились обстоятельства что я начала вот это вот вышла быстро этот контур и как-то меня так увлекло что я решила еще по пришивать бисер тут сразу повышевать крестик я всегда пришиваем сразу бисер мне так больше нравится во первых уже и как бы готовая часть работы а во вторых я люблю бисер но если я буду пришивать весь бисер в конце работы мне это наверное не доставит удовольствие все таки я люблю делать все по ходу и бэкстич и бисер несмотря на то что конечно бисер я люблю пришивать больше чем например делать бэкстич очень классно здесь вот этот бисер как пенка он очень приятный вот здесь еще оранжевый бисер я думаю что его будет не очень хорошо видно но постараюсь так под углом показать то есть сколько я всего лишь немножко вышила а уже четыре вида бисера пришила это вот этот молочный потом вот такой вот фиолетовый бисер который у меня в огромном количестве есть запасах в тоха затем вот этот вот такой тыквенный бисер петит который был пришивался полным крестом и вот этот вот синий с переходами вот такими вот просто он потрясающий такой красивый очень очень красивый и вот здесь тоже кстати вот этот фиолетовый пришивался в общем в плане бисера конечно работа очень такая суперская вообще вот эти работы они очень красивые мне очень сильно нравится и основа и здесь у меня также как везде как я и планирую то есть также как и на эспрессо здесь у меня его 40 36 и собственно на всей этой серии я планирую использовать дальше вот эту работу чтобы вся серия у меня была одинаковая и потом я планирую также сделать одинаковое оформление этим всем сюжетом вот сегодня уже третий день я только на третий день я решила поснимать этот вышивальный кусочек не знаю сколько успею я вышить конечно всю работу я сто процентов не успею вышить потому что уже послезавтра вечером уезжаем и вышивка не является моей первоочередной целью в этом путешествие естественно но может быть что то еще я успею в этой работе вышить ну а если нет то буду заканчивать и его продолжайте заканчивать ее уже дома но все равно она у меня будет вот так вот ассоциироваться с этой поездкой и с тем она и с тем что она у меня тоже вот так покаталась вот этот с пятнышками самый наглый около меня они не едят они убегают у меня хорошая аура он подтверждает за задницу укусил что что такое ой какой тепленький тепленький и палец мой он мне еще нужен стрекочет недовольно вон там большую на острове таташев я записывала кусочек специально для этого видео о вот такой замечательной чайке от компании мелхилл но к сожалению мой телефон загнал и это видео не сохранилось поэтому я записываю голос сверху на те кусочки которые я просто снимала там без какой-либо звуковой озвучки с моей стороны эту чайку я вышла специально перед поездкой мне хотелось взять ее в с собой красиво с собой красиво пофотографировать потому что красноярск у меня ассоциируется с чайками ассоциируется с некоторым количеством животных и вот чайки среди их числа у нас в Кемерово тоже есть чайки на томи но красноярске их гораздо больше и гораздо больше разных видов таких которых у нас например нет поэтому я хотела вышить эту чайку тем более давно она мне нравилась вышивала я ее с самым сбором нитки здесь у меня есть все по ключу вышивала на пластиковой основе бисер практически полностью весь по ключу за исключением того который есть в воде и морской пене вот этот бисер я подбирала из того что у меня было дома это бисер компании тоха и также у меня не было шармика который должен был пришиваться на деревяшечке поэтому я пришила вот такую бусинку она из наборчика который я заказывала на сайте мелодия бисера оформила я эту чайку в магнит сзади как обычно закрыла фетром и приклеила магнитную ленту как я уже говорила магниты на холодильник я не вешаю но сейчас эта чайка будет прекрасно украшать мой рабочий стол и при взгляде на нее я вновь буду слышать шум ненесей и крик чайк так мы пришли на столбы в прошлом году мы тоже были на столбах и были мы на центральном входе на центральных столбах а в этом году решили вот пойти по восточному входу и пойдем мы до токмака токмака вот так что посреди тайган то есть это национальный парк тайге и не вся часть здесь является национальным парком часть территории она охраняемая и туда нельзя вообще заходить ну насколько я поняла по крайней мере из прошлого похода собственно вот карта с маршрутами прошлом году мы ходили по вот это вот вот весь мой вход в центральный центральный вход и вот по синенькому вот этому маршруту мы шли до центральных столбов сколько у нас это время не заняло много ну в общем целый день выходили и и у нас было почти 30 тысяч шагов и на следующий день мы стать не могли а в этом году вот мы здесь находимся восточный вход и мы пойдем вот по синенькому маршруту до токмака ну вот написано здесь что этот путь синий встреча с токмаком 4 километра примерно 4 часа хотя мне кажется 4 километра мы можем больше быстрее вернее пройти ну собственно вот то что я и говорила рекреационная зона и вот это вот зеленая это заповедная зона которую нельзя вот ниже написано что она закрыта для посетителей так что столбы они вот такие вот огромные но доступна для простых людей совсем небольшая часть ну и главное конечно не встретить нигде людей потому что это будет не очень хорошо еще нужно опасаться змей и пельсей мне очень нравится как все обустроено вообще в принципе в красноярске в зонах рекреации таких вот природных все сделано для людей вот прекрасно иди себе иди с комфортом конечно ну не везде все таки вот до этого мы чуть-чуть прошли по грязи потому что дожди идут но тем не менее большая часть все таки очень пути везде сделано комфортно и это меня очень радует и мне очень нравится это вообще в красноярске везде вот на острове Татышево тоже вот все сделано для людей и вообще в принципе в этом городе очень много реально я сравниваю со своим городом с Кемерово реально сделано очень много что для отдыха для времяпрепровождения свободного что взрослых что детей в этом плане вот такой социальный активный спортивный рекреационной инфраструктуры город конечно выигрывать ну и по транспорту да у нас в городе провели транспортную реформу и все стало очень плохо а вот в Кыжневерске мы такие во сколько транспорта круто ну не везде кстати хорошие деревянные помосты местами надо идти среди крапивы так муж говорит что мы идем правильно грязь тушит дожди а мы поперлись в прошлом году мы вернулись полностью обгоревшие обкусанные ну гнусом я так понимаю в этом году наверное мы вернемся по ушу в грязи собственно как надо идти надо идти вот по меткам наша метка голубая смотрим ее на всех деревьях и идем ну иногда сверяемся еще с картой которую местами тут встречаем это очень удобно потому что на карте помечено где вы находитесь и можно оценить какую часть пути ты уже прошел и вообще сколько еще топать кстати если кого-то смущает мой запахавшийся голос то сори потому что мы так-то идем в гору тут в принципе ты идешь либо с горы либо в гору и в общем то как говорится пахтун начинается от остановки это реально так так мы уже практически поднялись к токмаку вот тут что-то я не знаю что это возможно спутровая площадка там очень красиво иван-чай но плохо видно возможности моего зума ограничены в общем то мы стоим уже очень-очень высоко ой смотрите как красиво как красиво ой ну конечно тяжело далась тяжело дался подъем пахтун был знатный я даже ничего не снимала потому что я вообще думала что у меня сердце из груди выскочит мы конечно такие нубы приехали блин с западно-сибирской равнины что с нас взять пошли по тому подъему который очень крутой а все люди там спускаются кто уже знатный знал все все слова позабывала кто уже знающий и бывалый все там спускаются а поднимаются сюда по более пологому подъему а мы поперлись да но здесь конечно все отличается от центральных столбов и мне кажется что вот подъем здесь нам на токмак ну тут мы все конечно не знающие что пошли по этой тропе но далось нам это гораздо тяжелее чем например центральные столбы в прошлом году но эти виды они конечно того стоят ну что пойдем дальше что пахтун продолжается таки муравьи здоровые и не красные корни такие у деревьев огромные и все наружу уже наверное я не знаю вымыло много-много лет да но их вымывает с годами ну это интересно сколько лет этому дереву что у него так вот корни прям будет полсотни есть но на центральных еще больше там вся земля считай в корнях возле первого столба ну вот мы дошли до токмака смотри какой он огромный не покажи там лет вообще они все конечно большие шикарно главное не грохнуться не покатиться кубарем потому что риск есть есть вон там на смотровую площадку люди поднимаются я не представляю правда очень крутой подъем да нет это не хуже чем у нас ну не знаю это как посмотреть а еще здесь оказывается растут суккуленты это очень интересно не знаю если кто-то из знающих будет смотреть скажите это посаженный специально или хотя вряд ли посаженный тут специально наверное оно само я думала в тайге такое не растет Продолжение следует... 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 то если это, ну, не набор милфил, конечно, то я выберу ткань. И также в этом магазинчике я еще купила себе вот такие вот беконусы разные, такие разных цветов они у меня здесь. И вот эти беленькие, красивые такие. Купила, потому что, чтобы были, в общем, где-то мне они непременно пригодятся. В общем, ой, у меня все улетает. Все мне надо ловить и заканчивать этот кусочек. Купила вот такие классные открытки. Одну отправлю и две себе на память взяла. Вот такой. Видимо, это где-то на столбах сидят медведь, лисичка, и вот это я не пойму, кто. Не знаю, волк? Не волк? Так. Дальше вот такой мост на остров Татышев, наверное. Да? Это же на остров Татышев мост, да. И уточки в шапочках. Ну, все, такая мелота. И третья открытка. Вот. Это перья, столбы перья. Мишка выглядывает из-за них. И бурундучок вот такой, с тормозочком. Турист. А самый главный столбист. В общем, прикольные. Прикольные открытки. Мне прям очень нравятся. В Красноярске мы были пять дней. И из этих пяти дней я вышивала всего лишь один вечер. И то, наверное, крестиков сто я сделала. Все остальные дни вышивать мне было некогда. И если честно, не хотелось вообще. И я ни о чем вообще не жалею. Потому что время мы провели так насыщенно и активно, что, по моим ощущениям, нас не было дома, наверное, в месяц, а не шесть дней. На этом я буду заканчивать свое небольшое видео о нашем путешествии. Благодарю всех за просмотр. Если вам понравился мой канал, подписывайтесь. Если понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень приятно. Всем желаю вышивального настроения и прекрасного лета. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok